МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Денис Публики в студии Чингис Тихонов. Сегодня пожарной охране Калмыкии 95 лет. Работников и ветеранов службы поздравил глава региона Бату Хасиков. В поздравлении, в частности, говорится, за эти годы пожарная охрана Республики прошла большой путь. И сегодня оперативная служба достойно решает задачи ликвидации чрезвычайных ситуаций, предупреждения пожаров и пропаганды ответственного отношения с огнем. Вы выбрали тяжелую и опасную работу. Рискуя своей жизнью, вы самоотверженно и мужественно выполняете возложенные на вас обязанности, демонстрируете высокий уровень подготовки и преданность долгу. Именно этим вы заслужили уважение со стороны наших жителей. Особенно хочу подчеркнуть огромную значимость работы пожарной охраны Калмыкии по профилактике и своевременному тушению ландшафтных пожаров. Ваш профессионализм – залог безопасности и благополучия жителей нашей республики, сохранности материальных ценностей наших природных ресурсов. Отдельная благодарность ветеранам службы за преданность делу и отвагу. Сегодня молодое поколение сотрудников пожарной охраны достойно продолжает заложенные вами традиции. Уверена противостоя огненной стихии. Ход строительно-технической экспертизы Кибрульского группового водопровода проверили заместитель председателя правительства Калмыкии Наран Кюкеев, заместитель министра ЖКХ энергетики Калмыкиер Нинатыров и директор управления по эксплуатации групповых водопроводов Владимир Агеев. Напомню, благодаря обращению главы республики Батухасикова из федерального бюджета было выделено 72 миллиона рублей на проведение экспертизы долгостроя. Это позволит определить фактическое состояние строительных и инженерных конструкций, системы водоподготовки, целесообразность и стоимость реконструкции объекта. В сентябре этого года 7 бригад подрядчика проводили контроль строительных конструкций, обследование системы электроснабжения, насосных станций, контроль состояния трубопроводов и арматуры сразу на двух участках трубопровода общей длиной более 100 километров. Впереди у подрядчика самый ответственный этап – гидроиспытание трубопровода давлением. Они необходимы для того, чтобы понять возможности водопровода и перспективы его использования. На сегодняшний день основной объем работ уже завершен. И к 1 декабря строительная техническая экспертиза должна быть завершена и представлена. Проанализировав аварийность предыдущих периодов эксплуатации, мы видим, что есть повреждения. Повреждения характерные с подвижками грунтов, тип повреждений такой. Соответственно, я думаю, что испытание покажет, но мы будем достаточно аккуратны для того, чтобы сохранить общую работоспособность системы. В ходе проведенных гидроиспытаний что показали? Да, на уже выполненных интервалах трубопровода гидроиспытания показали значительное количество повреждений, которые мы сейчас устранили и продолжаем устранить. Но в целом можно сказать, что гидравлические испытания последнего интервала мы закончим в ближайшее время и будет общее понимание о системе водоснабжения группового водопровода. Теперь кооперативные сводки по заболеваемости в регионе COVID-19. За минувшие сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 63 жителей республики. Два человека не справились с болезнью. 53 выздоровели. На сегодняшний день на лечении в инфекционных больницах находится 510 человек. 20 пациентов в тяжелом состоянии, в том числе 6 на ИВЛ. Режим домашней изоляции соблюдает 2676 контактных. При анализе заболеваемости установлено, что чаще всего болеют люди в возрасте от 18 до 60 лет. В Минздраве отмечают рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места и пользующихся общественным транспортом. А между тем, темпы вакцинации в республике почти в полтора раза ниже средних показателей по стране. По словам профильного министра Юрия Кикенова, пока ситуация в регионе по ковиду стабильна. Однако избежать подъема заболеваемости удастся лишь при наличии коллективного иммунитета и соблюдении необходимых мер предосторожности. Напомню, в Калмыкии введены обязательная вакцинация для определенной категории граждан, QR-коды, а также объявлено о дополнительных каникулах в образовательных учреждениях с 23 октября по 7 ноября. И в продолжение темы. В населенных пунктах Октябрьского района продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции местного населения. На днях поступила очередная партия вакцины. С начала старта прививочной кампании были развернуты пункты вакцинации во всех медицинских учреждениях района, в районной больнице, в трех фельдшерско-акушерских пунктах и трех отделениях общей врачебной практики. Количество граждан, желающих привиться от ковида, неуклонно растет, отмечают врачи. На сегодняшний день привито уже более 60% населения района. На сегодня в Октябрьском районе привито 2563 человека. Из них около 200 – это ревакцинированные пациенты, которые ранее в марте-апреле получили первую дозу. В общем, количество доз, полученных районной больнице, около 4000. Пациенты наши доброжелательные, отзывчивые, желающие привиться, понимающие опасность бушующей болезни. Проблемы с вакцинацией на сегодня нет. У нас доступны три пункта вакцинации в районной больнице, в районной поликлинике. Мы работаем практически в нон-стоп режиме, в круглосуточном, в субботу, в воскресенье. У нас развернуты пункты вакцинации в поселке Иджил и в поселке Цаганур, в котором прикреплены ФАПы и ФСЗП. Население практически постоянно может обратиться и получить дозу. Вакцина имеется в наличии спутник лайт, это однодозовая вакцина, и гамм-ковид-вак, это спутник ВИД, двудозовая. Также стоит отметить возросший рост желающих вакцинироваться у представителей старшего поколения, так как именно эта возрастная группа наиболее уязвима для коронавируса. Единственным способом защиты от опасной инфекции для них остается вакцинация. Перед прививкой люди пожилого возраста в обязательном порядке проходят медицинский осмотр. Максимально охватываем то население, которое жалуется, быстро выявляем, реагируем, обследуем, лечим. Многие, конечно, получают амбулаторную помощь, но часть из них, которые люди с хроническими заболеваниями, они требуют стационарного лечения. Медицинская помощь оказывается своевременно, госпитализируется и благополучно выписывается. В разгар пандемии медперсонал Октябрьской районной больницы принял основной удар на себя. Здесь был развернут госпиталь на 30 куек. Медицинские работники буквально жили в больнице, чтобы спасать жизни людей. Сегодня здесь трудится 22 врача, 53 человека, среднего и младшего медперсонала. Круглосуточно дежурит бригада скорой помощи. Полностью мы справлялись своими силами, что врачебным, средним медицинским персоналом, младшим медперсоналом. Сегодня активно поддерживается и программа вакцинации, именно первичным звеном, где оплачиваются стимулирующие выплаты по вакцинации нашему персоналу. Так что я думаю, что здесь решаются все вопросы для того, чтобы нашему персоналу медицинскому было комфортно работать дома. Задержан подозреваемый, который обвиняется в причастности к убийству жителя села Садовая, сообщает Пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Калмыкеи. Ранним утром 15 октября текущего года на обочине автодороги Садовая-Абганерова было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Личность убитого была установлена, им оказался житель Сарпинского района. По данному факту возбуждено уголовное дело. Благодаря грамотно организованным и проведенным следственным и иным процессуальным действиям было установлено и задержанное лицо, причастное к совершению указанного преступления. По ходатайству органа следствия Сарпинским районным судом Республики Калмыкия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели и очевидцы совершенного преступления, назначаются необходимые судебные экспертизы. Санкции за совершение преступления, предусмотренного частью 1 ст. 105 УК РФ, предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 15 лет. Расследование уголовного дела продолжается. В листе налоговая будет работать в выходные дни. У жителей, которые не могут посетить налоговые органы в будни, будет возможность сделать это по субботам с 9.30 до 16 часов и воскресеньям с 9.30 до 13 часов. Такой дополнительный прием граждан вводится региональным управлением ФНС с целью обеспечения своевременной уплаты имущественных налогов физическими лицами. В эти дни граждане смогут обратиться в профильную службу для выдачи им уведомлений на уплату имущественных налогов. Здесь же обратившиеся смогут получить разъяснение по начисленным суммам за 2020 год. Прием будет осуществляться в кабинете 102, телефон для справок 41668. Напомню, транспортный, земельный и налог на имущество необходимо уплатить до 1 декабря текущего года. В выпуске новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом обещании канала ОТР на 21-й кнопке в IPTV зеленой точки Ростелекома и на официальном аккаунте в Instagram reacallam.ru. На этом у меня всего, всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова